одеколон старый арбат производства компании t cosmetics не слышала винтаже с таким названием никогда ранее не сталкивалась для меня это такое небольшое открытие было совершенно новый для меня одеколон флакон фляга с покатыми плечиками крышка черный колокольчик на передней поверхности узкая этикетка по белому фону коричневым цветом может быть хотели создать эффект сепии изображены здания но надо полагать это арбат я не очень знакома с архитектурой арбата но будем доверять тому что это действительно арбат хочу отметить очень плохое качество печати нечеткое расплывается и шрифт и текст и изображение даже название компании t cosmetics вот эмблема компании название очень не четко видны на данной этикетке название в рамке по серому фону старый арбат внизу концентрация деколон на коричневом поле очень тонким белым шрифтом тоже не совсем хорошо читается неудобно сзади мы видим что на обратной стороне этикетки у нас есть дополнительная информация деколон старый арбат состав спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья вода парфюмерная композиция старый арбат и наночастицы серебра это фишка компании tt косметики наночастицы серебра указана гост и еще дополнительные инструкции по которым производилась данная продукция сроки годности объем восемьдесят шесть миллилитров объем спирта 60 процентов при попадании в глаза немедленно промыть не опасно изготовители о-о-о пкп т косметикс северная осетия алания владикавказ там в кавказе работает парфюмерная продукция к сожалению не самого высокого качества но что-то люди пытаются делать годен до марта двадцать пятого года но обратите внимание выпали хлопья сейчас может быть не совсем удобно вот видите какие хлопья там плавают шикарной даже не знаю с чем это может быть связано что сроки годности еще и близко не подошли неужели у нас подделывают и косметикс я прям отказываюсь вот и верить по пузырькам очень непышные живут вроде не но не так уж мало хотя тут очень сложно от сепарировать где у нас хлопья где у нас пузырьки пенится сильно но по стойкости и громкости это очень такой спокойный и деликатный одеколон по громкость по громкости практически его и не слышно а по стойкости я бы сказала что наверное на горячей коже он продержится минут пять потому что на маею он слышен буквально 15 минут ну и в течение часа он в общем-то исчезает без следа с кожи то есть это один из таких наименее стойких и громких одеколонов с которыми я знакомилась как же он пахнет первые ноты это немного мускуса в принципе мускус здесь достаточно деликатный и древесина с цветочным букетом древесина здесь мне кажется играет самую главную роль древесный блок причем древесина вызывает ассоциации действительно с какой-то отделкой внутри помещений деревянными панелями с деревянными перилами старинных лестниц всяком случае ощущение какого-то такого старого старинного здания просторного у меня действительно возникают когда я нюхаю этот эти колон хотя он звучит очень тихо после древесины появляются цветочные ноты скорее всего здесь классический блок роза жасмин ивис но цветы они подчинены ноте древесины такое ощущение что поднимаешься по деревянной лестнице вокруг это деревянная отделка не скажу что мебелью пахнет а вот именно помещение самим зданием в котором декор деревянный использован и вот как будто бы из окон доносятся такие абстрактные сладковатые цветочные нотки сладковатый этот запах не слишком сладкий но такая сладковатая древесина сладковатые цветы и чуть чуть позже где-то как раз минут через десять появляется мускус из-за чего композиция приобретает такой оттенок звучания напоминающий туалетное мыло либо хозяйственное мыло такой мыльно-порошковый мускус здесь использован и очень быстро она исчезает с кожи остается мускус намеком на древесные ноты поэтому в общем то это однозначно одеколон для тех кто хочет немножечко так взбодриться утром и уже чтобы минут через 15-20 можно было наносить на себя уже что-то более серьезное и солидное